сегодня приступили обрезки крыжовника поздно правда но как есть крыжовник у нас не колючий прямо стоячий выглядит он сейчас вот так начинает уже цвести появляется цвет скоро вынесем шмелей завтра наверное уже пришли шмели от бамблби воронеж ждем еще от коперта шмелей покажу вам как как эти шмели себя будут вести небольшой сравнительный анализ так здесь у меня где-то наверное гектарчик то крыжовника урожая пока не было но надеюсь скоро будет вот здесь наша боль колючий крыжовник мы знали что он будет колючий на то что он еще будет лежать мы не знали в описании он полу прямо стоячие соответственно вот это добро она все лежит работать полоть ничего с ним невозможно делать кстати тоже вот 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 начнет свести но колючки огромные люди отказываются с ним работать поэтому наверное буду запахивать жалко конечно реально он и слежит полностью все все стерется как трава поэтому наверное уберу его и сделаю здесь другую культуру так возвращаясь к рыжовнику вот у нас будет соответственно 4 ветки убираем 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 так раз ветка два три четыре это смотрит наружу в тоже убрали так вот здесь осветлим низ на 10 сантиметров чтобы ничего не мешало и никакой поросли не было первое время так вот осталось у нас соответственно четыре ветки которые я еще наверно обрежу вот эти части или укорочу вот они веером будут вот так у нас закреплены лежит тут капля как и везде у меня правда одна на голубике лежит две капли люди вон там режут надеюсь быстро мы закончим с этим крыжовником и начнем ставить шпалеру так дальше туда у нас уходит смородина смородина тоже шпалерной культуре там осталось только натянуть проволоку и тоже обрезать потому что не успели осенью обрезать придется резать как говорится по живому мои виноградники у каждого уважающего себя олигарха должны быть виноградники вот это мои виноградники здесь мы уже обрезали завтра пойдем крепить здесь все вот посты не обрезаны здесь нужно будет обрезать и закрепить их тоже на смородины конечно есть одна особенность если она плохо опыляется там жди беды вроде дрожа есть сейчас начнет цвести посмотрим что получится есть конечно сорта которые очень хорошо завязывается есть сорта которые юнкер вантец который если попадает неблагоприятные условия ягод там вообще можно не ждать обрезали девочки уже несколько рядов знаете что получается оставили четыре ветки но одно наверно мы тоже уберем смородина во всю начинает уже цвести я же более внимательно посмотрел еще пару дней и начнет цветение вырезали все лежащие все лишнее все что делает по качеству хуже нас урожай оставили вот такие ветки вот как как пример и с него мы уже будем собирать но все равно он ляжет я имею ввиду ветки лягут потому что крыжовник очень сильно грузится если все благоприятно он загружается очень сильно остается у нас еще туда вон этого сорта наверно рядов 10 и колючка еще у меня там с краю растет 78 рядов наверно попробуем с ней поработать жалко конечно и время и средства вот так вот опытаешься быстрее быстрее какое-то соревнование непонятно с кем посадить быстрее получить быстрее а по факту получается что ты просто проигрываешь сам себе тратишь деньги сажаешь неподготовленную почву тщательно не выбираешь посадочный материал и итог конечно плачевный ты просто теряешь и время и деньги потом ходишь сорняки пытаешься найти что-то проблемы поэтому нужно конечно все делать по уму вот этот крыжовник здесь тоже немного есть конечно сумасшедший колючий его можно попытаться поднять здесь наверное попытаемся разница вот и вот чуть выше одного возраста кусты насколько они разные насколько внимательно нужно подходить к выбору посадочного материала в плане сорта ну отсутствие информации вменяемые отсутствие опыта отсутствие выбранных уже сортов для работы она вот приводит к такому плачевному результату не я не вы не найдете людей которые будут этих колючках ковыряться и собирать ягоду или обрезать или полоть такие кусты поэтому нужно более осознанно к этому подходить видя сорт наверное в действии но все с вами спешим пытаемся нам кажется у нас наш поезд уезжает и вот вот нам надо быстрее 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 иначе мы не успеем ну а результат как вы видите практически я уверен что практически у 99 процентов такая история ну наверное не крупных фермеров хотя у крупных тоже я знаю люди имеющие по 300 гектар каких-то культур они они еще хуже ошибки совершают просто у них есть деньги а у нас с вами их так скажем ограниченное количество там потеря 2 5 10 миллионов для них не критично с вами это вопрос жизни и смерти поэтому призываю вас всех относитесь более вдумчиво не спешите не спешите наверное можно найти для сельского хозяйства для нас тех кто только начинает это сельское хозяйство можно наверно сказать следующее в сельском хозяйстве спешить нельзя не с выбором сортов не с выбором участка не с подготовкой почвы ни с чем нужно подходить вдумчиво 7 раз отмерь один раз отрежь